Я пастор и епископ Кемеровской церкви, протестантской, христианской. Делаю утреннее послание, чтобы мы могли сосредоточиться над волей Божьей. Уже 17 лет проповеды Евангелия, и наблюдая за образом христианской жизни, изучая Писание, я заметил следующее, что мало кто сосредоточен на воле Божьей. Когда Иисус пришел, он пришел, чтобы исполнить только волю Божью. И в Матфея 6 главе он говорит, молитесь так, да будет воля Твоя на земле, как и на небе. В Матфея 6, 33 Иисус сказал, ищите прежде Царство Божие и правду Его, остальное все приложится к вам. И вот, в чем же есть воля Божия? Воля Божия заключалась в том, чтобы мы познали первое, через кого приходит путь спасения, через Иисуса Христа. Это тот Агнец, который был заклан за нас, это там Пасха, это тот ковчег спасения, это тот, который был пророчеством в Битии 3, 15, что семя жены поразит дьявола в голову, это Исаия 7, 14, что сам Бог даст знамение нам, что все девы очевидки приметы ради Цына, и нарекут имя Ему Иисус. И кто такой Иисус? Это слово, которое стало плотью. Это тот, который не только указал путь к Богу, но тот, который умер за грехи людей, и тот, который разрушил дела дьявола и воскрес на третий день. Ни одна из религий, ни один из основателей религий, там, будь Магомед, Будда, еще другие, Конфуций, они показывали путь, но не было такой безупречной жизни, никто не умирал за грехи людей, никто не воскресал, кроме Иисуса Христа. И так, когда вот он проповедовал Евангелие в Матфея 16 главе, он сказал, за кого меня люди почитают? И причем он спросил это у учеников. И когда Петр сказал, ты есть Христос, он сказал, тогда я бы строю церковь. Поэтому церковь строится на Христе, и на людях, которые исполняют Его волю. Но, исходя из опыта, я вижу, очень мало людей сосредоточено на воле Божьей. Но именно вся сила и вся благословение, оно дано тем людям, которые сосредоточены на воле Божьей. Почему же мы не можем проповедовать Евангелие, почему же мы не можем исполнить волю Божию и по-настоящему испытывать силу Божию? И в воскресном послании я говорил об одном главном проблеме, об идолах, которые находятся в нашем сердце, о культуре, которая заложена внутри нас, о той культуре, в которой живем мы. И поэтому я говорил о том, что идолы есть как личностные, идолы есть религиозные, идолы есть культурные. И вот в прошлом послании я разбирал о том, что есть личностные идолы. И что такое личностные идолы? Вчера пересмотрел о городе Ефес документальный фильм. Я просто был поражен, насколько там действительно был развитый город греческий, римский развитый город. Там были все пантеоны всех богов. Это был самый торговый, самый развитый город. И там люди, там все поклонялись Артемиде Ефеске, который бог процветания. Нужно процветание, иметь мозаику, кафельную плитку и так далее, и так далее. Ванны это знак элиты и так далее. Сегодня большинство, даже не очень-то богатых людей живут, так как люди живут в Ефесе в то времена. Каждый имеет плитку, но в то же время он не живет счастливо. Он так же думает, что ему еще мало денег и так далее. И язычники, они имели разных богов. Боги были на все. Боги были и на разум, на разумную жизнь. Боги были и на успешную жизнь. Боги были и на красивую жизнь. Боги были на все. И язычники, они в этом-то и заключали, что ты можешь жить для того, с чего ты хочешь. Если ты любишь воевать, у тебя есть бог войны. Если ты любишь любовь, то у тебя есть бог чувства любви, то у тебя есть бог Афины. Если ты любишь материально, у тебя есть бог Артемида. И какие личностные идолы у нас есть? Самое распространенное – это жить ради материального, это жить ради собственных чувств, это жить ради семьи. Вот то, что мы сегодня видим в церкви, происходит, почему у людей не получается евангелизация. Потому что они сосредоточен зарабатывать денег, жить ради собственных чувств, и когда чувства начинают противоречить слову Божьему, тогда воля Божья уже не играет роли. И жить ради семьи. То есть ради семьи, вот я, моя семья, и так далее, и так далее, привести выл в свою семью. Но также мы часто лжем. Лжем почему? Потому что ложь, она тоже определенный идол общественного мнения. Поэтому мы прибираем по отношению к себе, чтобы у нас все поднялось. в глазах людей, чтобы мы выглядели хорошо. Но какие идолы есть религиозные? И самые распространенные религиозные идолы, конечно, если мы посмотрим в каждой стране, оно присутствует. Первое, это получить какое-то благословение, совершить какой-то обряд ради того, чтобы пережить благодать, чтобы Бог ответил на твои, опять же, личностные вопросы. И самое, наверное, в то время был ударение, это Ефесский город, греческий. И там были все, какие можно, религии собраны. И Павел, когда проходил, он сказал, я увидел одну статую, даже неведомому Богу. Потому что Ефессиане, они всех-всех-всех богов собираются, потому что это торговый город. И любой торговец, приезжавшему, мог прийти к своему Богу, к своей религии, и там найти его поклониться. Сегодня это Иерусалим, когда я ездил в Израиль, там собраны практически все религии. И 5 миллиардов людей мечтают приехать в Иерусалим, чтобы там прийти к своему Богу и своему поклониться. Вот это есть и дало поклонство. Это в то время это был Ефесс, сегодня это Иерусалим. В каждом стране есть свои какие-то святые места, свои источники, свои какие-то места, куда люди приходят поклоняться, верить к мощам, прикасаться и так далее. Вот это есть религиозные идолы, которые построены на мистике. И они причем, а также эти религиозные идолы, они формируют и культуру страны. Вот когда Павел пришел в Эфесс, 19 главе, он показал, начал проповедовать, что есть идолы, которые не есть суть боги, и все, что делаем руками, человеками, не есть суть боги. То там поднялась волна, и все закричали, велика артия Медоэфесская. И только друзья взяли и сказали, не выходи. И почему? Потому что все идолы, они очень агрессивны. Они ничего не значат, но когда ты начинаешь говорить против идолов, ты поднимаешь всю агрессию против себя. Иисуса Христа почему убили? Потому что однажды он указал на религиозных идолов, сказал, вы грабы окрашены. Вы внешне все соблюдаете, а внутри вы не меняетесь. Вот это первый момент, что касается религиозных идолов, когда мы ставим внешнее служение, внешний успех выше. Потому что сейчас я вижу, особенно в протестантских церквях, да и в православных везде это. Внешний успех очень, как я проповедую, а какое у меня служение, сколько людей на служении, как все это двигается. И я заметил, что когда происходят внутренние конфликты, особенно когда происходят кризисные ситуации, то очень много даже священников и пасторов поступают очень некрасиво. Очень некрасиво. Почему? Потому что вот эти внутренние идолы, они настолько сильны, что какое мое мнение, как я буду выглядеть. И ударение, оно заключается на внешнем успехе, чем на внутренней перемене. Хотя Христос учил о том, что я вошел в ваше сердце, вы становитесь храмом Божьим, и вы больше сосредоточитесь на том, чтобы Христос сидел в вашем сердце, и чтобы он менял. Сосредоточитесь на дарах, на плодах Духа Святого, а не на дарах служения. И я заметил, как только перекращаются внутренние перемены, церковь перестает расти, и евангелизация не получается. Это касается как церкви, и как пастора, так и отдельных взятых людей. И поэтому Иисус показал фарисеям, вы гробы окрашены. Вы должны были принести в свет пробуждение, а на самом деле вы закрылись вокруг обрядов, правил, традиций, этим замаскировались, садили религиозный вид, сделали религиозный обряд и говорили, вот теперь с нами Бог. И причем самое опасное, что когда Иисус показал на храм и сказал, смотрите, вот этот идол, храм, божий храм, ягод разрушил, и народ, он вообще, а из-за этого его и убили. Даже сегодня, если там плюнь куда-нибудь не в ту сторону в Иерусалиме, на какой-нибудь святой камень попадешь, они тебя убьют, они растерзают. Потому что они считают камни выше жертвы, жертвенник выше жертвы. Вот это есть религиозные идолы, которые сегодня мы видим. Какую-нибудь традицию возьми, кто как молится, кто в какую церковь ходит, кто какие обряды делается. И вот здесь вот этот религиозный идол, высокомерие. Моя религия правильная, мои убеждения правильные, не способны рассуждать и мыслить о том, что, а может быть, я ошибаюсь, а какие переносят веры, которые внутри меня, какие переносят перемены во мне. И кто действительно Господь, Дева Мария, кому я должен молиться? Николаю Годнику, Магомеду, Будде, кому я должен? Или Христу. Поэтому вот эти вот религиозные идолы, они построены на мистике, на самоправедности, на морали религиозной. И ты часто не можешь ни про чем пробиться, потому что даже вот, будучи епископом, я вижу, сначала спрашивают, сколько у тебя людей в церкви, какое у тебя служение. И есть четкое поклонение человеку, у которого что-то достигло успеха, желание его помазания и так далее, и так далее, и так далее. И в то же время, хотя мы видим, что вот я вот увидел следующее, что даже создались, во времена Иисуса были созданы синедрионы, которые принимали решение против того, чтобы убить Христа. Хоть Никодим и сказал о том, что почему вы ночью собираетесь, нету праздника и так далее, почему вы судите вот так вот. Они сделали суд, который против было истины Божьей, но осудили Христа. Это религиозный суд. Сегодня, я знаю, есть у нас союзы, есть пенсионические, баптистские, там, не знаю, христианские союзы. Я знаю, что не буду на имена взять, что отжимают и церкви, идут и против пастора, обличаются, разные находят доводы, чтобы просто отжать, убрать неугодных. И я вот езжу по церквям, я вижу, что некоторые пасады говорят, мы на самом деле боимся сказать неправильно, ну, какие-то вещи, против в союзе, когда мы видим, потому что поднимается волна, и потом тебя сжирают. И отсюда не действует Господь, и я вижу, что и где-то пастора парализованы, и церкви парализованы. Почему парализованы? Потому что идолы, которые не знают ничего, но они контролируют тебя, твои чувства, твои эмоции, твое будущее. И ты боишься быть смелым христианином, ты боишься быть наполненным святым духом. И это, в принципе, все, что я хотел вам сегодня сказать, поэтому подумайте, что действительно не будет по-настоящему действия Божьего, пока мы не разберемся со своими идолами, пока мы не признаемся, что либо наше удовольствие, либо наш статус, либо какие-то религиозные морали, религиозные традиции выше познания истины, исполнения воли Божьей, ничего дальше не будет. Пусть благословит вас Иисус Христос. Всего доброго. До свидания.